На минувших выходных в городском Доме культуры состоялась церемония чествования одаренных детей и талантливых педагогов города и района по итогам 2013-2014 годов. Стала доброй традицией ежегодно чествовать лучших славянских школьников, которые достойно защищали честь города на краевом и всероссийском уровнях, побеждали в спортивных соревнованиях, стали дипломантами и лауреатами конкурсов, конференций и олимпиад. С подробностями Тина Копачевская и Михаил Варгулев. Славянск-на-Кубани – город одаренных детей, ярких личностей, способных удивлять и восхищать своим творчеством, высоким интеллектом, талантом и искренним патриотизмом. Подтверждение тому 500 детей, которые добились успеха в учебе, спорте и творческой деятельности и были награждены благодарственными письмами и подарками на церемонии чествования одаренных детей. Наградили также и 150 их педагогов-наставников. Среди почетных гостей присутствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что молодых дарований в нашем районе очень много. Я уверен, что в Славянском районе всегда будет кого награждать, потому что в Славянском районе есть определенные устои, есть традиции, есть хорошая материальная и техническая база, есть замечательные школы, есть замечательные преподаватели. Потому что и учитывая то, что сегодня конкуренция, конкуренция во всем, научно-технический прогресс, компьютеризация, электроника, интернет, я считаю, что и в этой сфере, в сфере культуры, спорта тоже есть конкуренция. И поэтому сегодня в условиях этой конкурентной борьбы мы с вами награждаем, конечно же, лучших из лучших. И я рад и горд, что лучшие из лучших это те, которые сегодня в этом зале. На сцене городского дома культуры чествовали победителей краевых всероссийских международных олимпиад, творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов и соревнований, а также воспитавших их наставников. В зале собрались все те, кто своими победами прославляют Славянский район. Одна из них – Ольга Волочаева. Учится в лицее номер 4, ей 12 лет. Говорит, что благодарственные письма за свои спортивные достижения получает каждый год. Заниматься больно-спортивными танцами девушка начала 8 лет назад. Я когда пришла первый раз на конкурс, мой брат танцевал, я посмотрела и мне понравились танцы. Я пошла заниматься танцами. Награда в номинации «Творческий успех года» в сфере образования была вручена финалисту международного конкурса юных чтецов «Живая классика» Данилу Чернышко. Лидером в номинации «Спортивный успех года» стала победительница первенства России и серебряный призер первенства Европы по тэквондо, член сборной России Янит Донцова. Памятным знаком отмечен ее наставник, тренер-преподаватель Петровской детской юношеской спортивной школы Александр Лисин. Интригой мероприятия стало объявление победителя в номинации «Педагог-легенда». Им признан преподаватель детской школы искусств имени Григория Пономаренко Алексей Рябченко, который несколько десятилетий заведует отделением духовых инструментов, руководит духовым оркестром, является обладателем звания «Заслуженный работник культуры». Особыми способностями может обладать не каждый. Отрадно, что в нашем районе талантливых детей с каждым годом становится все больше. Каждый из них, несомненно, тонко чувствует окружающий мир, уверен в своих силах и определился с жизненными целями. Тина Копачевская, Михаил Варгулёв, Константин Монастыренко. Программа «События».